Вы на телеканале ТОН-ТВ. Напоминаю, это программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман и мы поговорим о наших израильских событиях. Вчера, в день памяти жертв Холокоста, это международный день, в израильских СМИ была опубликована информация об обнаружении подлинников документов, относящихся к процессу над Адольфом Эйхманом. В среде внародованных документов письмо Эйхмана к президенту Исхаку Бен Цви с просьбой о помиловании. Вот об этой истории и кое-чем другом мы сегодня поговорим с военным политическим обозревателем Алексом Векслером. Алекс, рад вас приветствовать. Добрый день. Рад вас видеть и слышать, товарищи господи. Взаимно. Алекс, вопрос у меня, может быть, покажется в какой-то степени несколько наивным, но тем не менее. Информация об обнаружении документов подавалась вчера как некая сенсация. А в чем суть этой сенсации? Мы узнали что-то новое о самом Эйхмане? Мы узнали что-то новое о процессе над ним? Или суть сенсации в том, что в канцелярии президента документы хранятся бог знает как, и их обнаружили чуть ли не спустя 50 с лишним лет? Мы узнали очень много нового, господин Вальдман. Мы узнали вещи, о которых можно было догадываться. Конечно же, в канцелярии президента государства те, которые занимаются с его архивами, знали еще 54 года назад, что поступило такого рода заявление, как не только Эйхмана просьба о помиловании, его жены, о котором я расскажу, его братьев, его детей, его адвоката. В общем, великий герой, борец против еврейского народа был, в общем-то, оказывается, не таким великим героем. Мы узнали много подробностей внутренних, так сказать, перипетий, которые были во время процесса. Опять, кое о чем я слышал, я расскажу почему, потому что я был знаком с одним человеком, который непосредственно имел к этому отношение. Но давайте это сказать все постепенно, потому что вчера открылись очень интересные фрагменты истории почти 55-летней давности, когда были опубликованы подлинные документы почти 55-летней давности, 54-х и что-то такое, нескольких месяцев, относящиеся к процессу над нацистским преступником Адольфом Эйхманом, включая, как мы уже с вами упомянули, написанное, его каллиграфическим, готическим, разборчивым, красивейшим почерком письмо, адресованное президенту Израиля Ицхаку Бенцви с просьбой о помиловании. Когда я увидел этот почерк, мне это что-то напомнило. Я сын, так сказать, старшего офицера Советской Армии в прошлом. Я хорошо помню, что когда прибывал к нам в полк парень, который писал каллиграфическим почерком, значит, он сделал свою карьеру за эти три года, его тут же сажали по писарям. Или когда приезжал гармонист или аккордеонист, значит, тоже было, так сказать, все в порядке. Так вот, я удивился этому почерку господина Эйхмана. Вчера был День памяти жертв Холокоста, Шоа, катастрофы европейских евреев. И не случайно, что в этот день было опубликовано все, что было опубликовано. С просьбой о помиловании обратился нацистский преступник, тот, который выполнял решение конференции в Анзея в окончательном решении еврейского вопроса. Обратился к президенту еврейского государства, который, так сказать, родился на Украине и потерял часть своих родных в этой катастрофе. Вы знаете, что он пишет? Это же удивительно просто. Он пишет так. Я, Адольф Эйхман, не отдал ни одного приказа. Я выполнял только приказ своих командиров, своих начальников. Он продолжает. Необходимо видеть, необходимо понимать различия между лидерами, несущими ответственность за страшные преступления против еврейского народа и такими людьми, как я, как он, Адольф Эйхман, которые были лишь инструментами в руках вождей. По утверждению Эйхмана, он никогда не был лидером и даже просил перевести его на другую работу, на другую должность. После того, как он стал свидетелем страшных, неописуемых, как он пишет в этом письме своим почерком, зверств, которые творили нацисты в отношении евреев. Он упоминает Эйхман о прошении, о помиловании, в прошении о помиловании, что он сообщил следствию во время уже следствия в Израиле многие подробности о преступлениях, которые не были известны. Свое прошение о помиловании убийцы Эйхман заканчивает словами. Мне отвратительны зверства, совершенные против евреев. Я считаю это беспрецедентным преступлением, и я убежден, что рано или поздно лидеры и инициаторы этих преступлений предстанут перед справедливым судом. Правда, господин Вальман, трудно было сказать более, так сказать, жестко, весомо, грубозримо. Мне почему-то вспомнился Маяковский. Потому что во всех делах я понимаю, что он был очень способным человеком, а возможно и талантливым человеком. Но не только он обратился к президенту Израиля с просьбой о помиловании. Его жена и его братья обращались к президенту. Кстати, один из его братьев погиб под Сталинградом. Да, 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 совершенно верно. Очень интересно, о чем думала жена нацистского преступника, когда она, обращаясь к президенту, писала, уважаемый господин президент, судьба моего мужа, я цитирую, находится в ваших руках. Как жена и мать четырех детей, я прошу вас сохранить жизнь моему мужу и отцу моих четверых детей. Что вам сказать? Понятно, что она не думала о более чем миллионе еврейских детей, которых послал ее муж в печи или в газовые камеры. Есть еще интересные вещи. Ведь мы демократическая страна, и все методы, которые предназначены для юридической практики в демократической стране, были применены. Немецкий адвокат, кстати, защищающий Адольфа Эйкмана, этого убийца, по имени Роберт Сервичиус, может быть, что литовского происхождения, но он немец, также обратился к президенту Израиля Ицхаху Бенцве с просьбой о помиловании своего подзащитного. И что он пишет? Я прошу вас дать указание об отмене смертного приговора и не приводить его в исполнение. Прошу вас принять во внимание, это все повторяется, что действия обвиняемого, обратите внимание, я цитирую, были вызваны военно-политическими событиями, произошедшими более 17 лет назад. Мой подзащитный, маленький и абсолютно незначительный человек, который случайно оказался жертвой, оказался в водовороте этих трагических событий по воле злого рока, по воле злой судьбы. Адвокат продолжает, обратите внимание, маленький частный человек не может отвечать за преступления военно-политического режима целого государства. Немецкий народ уже ответил за зверство режима многомиллионными жертвами. Немецкий народ уже заплатил миллионами жизней граждан Германии. Мой подзащитный, продолжает Роберт, действовал не из антисемитских соображений, не из ненависти к евреям. Он был связан по рукам и ногам системой насилия и бюрократии, которой он не мог воспротивиться и не мог ее отвергнуть. Красиво написано, убедительно. Воистину, так сказать, справедливый и честный немецкий адвокат, всеми силами защищающий своего кровавого подсудимого клиента-палача. Но это еще не все, обратите внимание. Как были использованы, так сказать, все законы. Он пишет, так сказать, что приговор был вынесен несправедливо в результате, я цитирую, незаконного похищения его подзащитного в другой далекой стране, что полностью противоречит международным правовым законам и юридической практике, действующей между государствами. Так, например, первое условие, оказывается, было соглашение о выдаче преступников между Израилем и Аргентиной. Так вот, первое условие соглашения между Аргентиной и Израилем о выдаче преступников, неважно нацистских, каких-то, является, обратите внимание, цитирую, «неприменение к ним высшей меры наказания», то есть смертной казни. Понимаете, как было все подстроено, так сказать. Вы знаете, жена Эйхмана, все-таки пошли к ней немножко навстречу. Ее звали Вера, для ей было почти еврейское имя, она родилась в Чехии, но она немка чешского происхождения и судетов. Прибыла в Израиль в конце апреля, 1962 года, для встречи с мужем, ей разрешили встречу с мужем в тюрьме Рамбла. Она через адвоката мужа обратилась к министру юстиции, в то время это Дов Юсеф, с просьбой предоставить, разрешитесь это свидание. 18 марта 1962 года Дов Юсеф сообщил правительству об этой просьбе и намекнул, не сказал в открытую, но четко намекнул, что Бен-Гурион считает, что будет сложно объяснить мировому общественному мнению, если эта просьба не будет удовлетворена. И в тот же день министр иностранных дел Израиля, Голда Мир, покойная, сообщила о решении правительства членом комиссии по иностранным делам и обороны нашего парламента и тоже сказала, что у нас нет, разумеется, никаких сантиментов, ни к убийце, ни к его жене и ни к его детям, вообще к нацистским преступникам. Но тем не менее, мы не должны вредить, как она сказала, репутации Израиля и за просьбу, которую можно легко выполнить. Так вот, в 12 часов, 20 минут, 30 апреля, надо сказать, за полтора дня до его смерти, до его повешения, 62-го года Вера Лейбл Эйхман вошла в комнату для посетителей тюрьмы Рамла, где ее ждал Адольф Эйхман. Там была большая любовь между ним и женой, и, может быть, это была одна, но это уже совсем другая тема, по которой он так и попался. Она не меняла фамилию, она была под фамилией Эйхмана, и она и ее дети, когда они приехали в Аргентину. В комнате находился начальник тюрьмы. Еще интересно, Алекс, история, как она приехала в Аргентину. Он же из Аргентины вернулся за ними, под другой фамилией, женился на своей жене и вывез после этого ее под другой фамилией в Аргентину. Но она не меняла никогда фамилию Эйхмана? Да, 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 она не меняла. Это всегда Эйхман. То есть, его можно было уже обнаружить и найти уже гораздо-то сказать раньше. Состоялась встреча, которая продолжалась один час и двадцать три минуты. И ровно в 13.43 по израильскому времени 30-го числа она покинула, так сказать, тюрьму Рамле. Это была их последняя встреча. Адольф Эйхман был повешен в ночь на 1 июня 1962 года в тюрьме Рамла. Его прав был сожжен и развеян по ветру вне... развеян по ветру над Средиземным морем вне территориальных войск Израиля, в территориальных вод Израиля. И сделал это молодой офицер полиции по имени Микки Гелад, а настоящая фамилия Михаэль Гольдман. Прошлый мальчишка из гетто, который в свое время получил от Эйхмана 80 палок, 80 ударок, а в дальнейшем узник концлагерей, которого мы с женой хорошо знали. Моя жена Белла Векслер 8 лет, с 1981 по 1989 год была его заместителем Микки Михаэля Гелада Вайцмана в Всемирной сионистской организации в отделе по посылке Шлихим. Так Микки нам рассказывал, что 80... Вышел фильм, документальный фильм в Израиле, 81 удар, Макашман им Вейхад. Так вот, 80 ударов были получены им в гетто. 81 удар был получен им в Израиле, когда то, о чем он рассказал, не поверили ему, так сказать, его друзья и даже дальние родственники, которым он прибыл. И 81 с половиной удар был получен им, когда он из молочного бидона небольшого развеял прах нацистского преступника вне территориальных волн Израиля, ввод Израиля. Знаете, я даже волнуюсь, я чувствую, что я волнуюсь, я говорю вместо волн ввод. Так пепел, пепелинка одна, так сказать, попала к нему в глаз. Это был последний привет. И вот прошло 54 с половиной года, и вчера мы стали свидетелями множества подробностей. И хорошо, что они стали нам известными, потому что все, что я сейчас рассказал из обращения о помиловании его, его жены, его братьев, его судьи, которые еще используют международные законы, обвиняют Израиль в страшном нарушении юридических законов и правил. Это не было известно до сих пор ни в Израиле, ни за границей. Сейчас это станет известно как великий герой, который отправил, так сказать, если он действительно выполнял приказания других, но то, что касается уничтожения венгерских евреев, более полмиллиона, здесь он был, сам выносил, так сказать, указания. И вдруг оказался человеком, который просил милости у президента государства Израиль и его жена во имя ее детей, их общих детей, у них было 4 сына, трое, так сказать, родились в Германии, один еще до войны, один родился в Аргентине. Вот такого рода документы были опубликованы. Алекс, чтобы нам закончить с Эйхманом навсегда, я надеюсь, один вопрос. Вот вы упомянули его письмо, в котором есть такие строки. Мне отвратительное заверство, совершенное в отношении евреев, я считаю, эти действия страшным преступлением. А мог ли уроженец Полтавы Ицхак Шемшилевич, он же президент Израиля в то время Ицхак Бен Цви, поверить в раскаяние человека, хотя трудно назвать его человеком, раскаяние того, кто докладывал в 44-м году лично Гиммлеру об уничтожении 4-х миллионов евреев. Есть документы на этот счет? Конечно же, он не поверил в его раскаяние, и поэтому он написал в ответ на просьбу о помиловании, я тоже его попытаюсь процитировать, он написал, все приведенные факты не удовлетворили ни моего любопытства, ни моего желания даже подумать, ответить положительно на эту просьбу. Этот человек, так сказать, недостоин помилования, и мы не можем положительно ответить на эту просьбу. Таков был ответ его, который тоже был, кстати, вчера опубликован. Поэтому, понятно, я уже упомянул, что не то, что не исключено, почти наверняка, так сказать, часть его семьи, часть из семей всех израильских, так сказать, прежних и нынешних лидеров, и премьер-министров, и так далее, и так далее, подверглись тотальному уничтожению вместе с другими евреями, так сказать, Европы, и поэтому в этой стране был вынесен единственный смертный приговор нацистскому преступнику больше, так сказать, ничего подобного в нашей истории. В истории Израиля. Это единственное, так сказать, это единственное повешение, которое было сделано в тюрьме Рамля в 62-м году. Алекс, еще напоследок вопрос у меня уже на другую тему. Вчера, опять же, в Международный День памяти жертв Холокоста, президент Соединенных Штатов Барак Обама приехал в Израильское посольство в Вашингтоне и произнес, я бы сказал, стандартные речи, которые принято говорить в таких случаях. Можно ли расценивать его визит в посольство именно в День памяти жертв Холокоста как своеобразный знак примирения в связи с тем, что Америка, то, что называется, вместе с Европой простили иранский режим? Вы знаете, начнем с того, что я могу с вами немножко не согласиться, потому что, с одной стороны, выступление было стандартное, с другой стороны, там было очень много личного, личностного, то, на что американский президент не способен, потому что он очень сухой человек. Начнем с того, что это был первый приезд и первое выступление действующего американского президента в израильском посольстве в Вашингтоне. Никогда ни один президент 44-х не было, но последние, так сказать, 8, 9, 10 с момента образования государства Израиль посещали израильское посольство уже будущее экс-президентом, несмотря на то, что, конечно, в Соединенных Штатах не бывает экс-президента. Поэтому этой ночью, когда состоялось выступление Обамы, встречу в израильском посольстве в Вашингтоне, я хочу немножко его процитировать, потому что он там сказал не совсем обычные слова, но, во-первых, он начал на еврейте, сказал, «РФТОВ», «Господа», надо заметить, что опять с первого момента было слишком много личностного. Может быть, еще и потому, что выступление было в присутствии четырех человек, новые праведники мира, которые получили право быть праведником мира и среди американцев, живущих на территории Америки, которые присоединились к длинному списку, так сказать, тех, которые спасали евреев в годы Второй мировой войны. Он сказал несколько важных вещей, и это было очень важно услышать из уст американского президента. Он сказал, «Голокост, шоа – это страшное преступление против человечества, которое нельзя ни с чем сравнить. Такого подобного преступления в истории не было». И это было, так сказать, здорово услышать от американского президента. Он также сказал, что вещи, которые привели к этой трагедии, антисемитизм всегда был среди нас, мы не можем этого отрицать. Сегодня антисемитизм набирает силу, и растут силы, которые выступают против евреев и сегодня тоже. Особенно происходит в Европе, где евреи жили на протяжении тысячелетий, десятки поколений, и сегодня они вынуждены оставлять Европу и искать, так сказать, защиту. Мы, американцы, должны сделать все, чтобы остановить антисемитизм, который мы видим, так сказать, развивается на подъеме. И я обязуюсь перед вами, так сказать, не только защищать интересы государства Израиля и еврея во всем мире, но сделать все, чтобы остановить продвижение антисемитизма. Правда, он сказал, вместе с руководителями Англии, Франции, Германии, которые тоже выступают против этого. Еще он сказал, так сказать, очень интересную вещь. Антисемитизм это трагедия мира, потому что если мы видим, что кто-то непохожий на нас стремится к чему-то, что нам иногда не нравится, более того, он четко сказал, если, так сказать, в отношении к Израилю из-за критики его политики в разных условиях могут подниматься люди, которые критику Израиля переносят на антисемитизм, на ненависть к евреям, так сказать, с этими людьми нужно сражаться и начинать с ними сражение, так сказать, по всему фронту. И я обязуюсь, что я буду это делать. Вы знаете, наш премьер-министр не остался в долгу, так сказать, он выступил тоже, правда, по видео на большом экране. И тогда, когда спустился американский президент с трибуны, кстати, в зале был весь цвет элита американского еврейского комьюнити, еврейской общины, вместе со многими сенаторами, демократами, республиканцами, конгрессменами евреями и евреями и вместе с четырьмя людьми, которые получили вот это самое право считаться ой, вылетело у меня из главы, праведниками мира, которые получили. Так вот, обращаясь к президенту, ко всем присутствующим в зале, наш премьер-министр сказал, ну, во-первых, он очень благодарен президенту, который посетил посольство. Он не применил, напомню, что это был первый действующий президент, который посетил израильское посольство. И что он говорил о поддержке евреев во всем мире, о борьбе с антисемитизмом, поддержке Израиля, это было особенно важно сделать Биби Натаньяу, потому что мы сейчас ведем переговоры о следующих десяти годах наших оборонных связях с Соединенными Штатами, о тех, о той военной помощи, которую мы будем мы от них получать. И он, так сказать, намекнул на это. И еще, что сказал Биби, сегодня у еврейского народа есть свое государство. Плохое или хорошее, оно есть, оно стоит на его защите. Но мы не одни, потому что мы всегда знаем, что с нами есть Америка. И лучше, чем Америка, у нас нет друга. Ну, мне тоже было интересно это услышать из уст нашего премьер-министра. Короче говоря, вчера в посольстве было сказано много интересных вещей в этот трагический день, которые им где-то будут записаны большими, крупными словами. И будем надеяться, что все, в чем обязались, так сказать, американцы, американский президент, мы увидим и почувствуем, так сказать, по отношению к нам. Когда я повторял, он сказал, некоторые ошибки в израильской политике не должны приводить к антисемитизму, потому что сегодня любой антиизраилизм превращается в антисемитизм. И здесь он четко, так сказать, то, о чем мы говорим на протяжении последнего времени. Поэтому я считаю, что его выступление было очень действенным и очень удачным, скажем так. Может быть, он специально позаботился о том, чтобы оно было удачным, и видели его человека, видели Барака Обаму человеком, тем сухарем, который его часто, так сказать, встречает. Он много личностного сделал, дал в этом. Алекс, огромное спасибо за этот рассказ. Поживем, как говорится, увидим. У меня, по крайней мере, из головы до сих пор не вылетают слова посла США в Израиле, сказанные совсем недавно. Поэтому я не очень верю тому, что сказал Обама. Но это мое личное мнение. Спасибо, Алекс. Спасибо. Всего самого доброго. И до новых встреч. До свидания.